Больше всего пьют в Ненецком автономном округе. Продажа алкоголя на одного жителя там составили более 6 литров этанола. В топ-5 также вошли Сахалин, Карелия, Коми и Мурманская область. Такую статистику за первое полугодие этого года публикуют ведомости со ссылкой на Росстат. Подады ведомства продажи алкоголя в стране растут. Посмотрим на показатели за последние три года. Эта статистика учитывает зарегистрированные продажи. Итак, в 2020 году на одного человека пришлось 6,18 литра этанола, в 2021 на 16 сотых больше, а в 2022 году уже 6,41 литра. В среднем получается чуть больше 6 литров. На человека медики говорят, что это много. Человек по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения не злоупотребляет алкоголем, если он это делает реже, чем один раз в две недели. И то это не более 150 миллилитров белого вина, например, сухого. То есть не крепкие алкогольные напитки. А много ли пьют в Кировской области? Мы изучили статистику розничной продажи алкоголя в нашем регионе за последние три года. По данным Росстата, в 2020 году кировчане приобрели 214 349 декалитров алкоголя. В 2021 пить стали чуть меньше. Купили 212 887 декалитров. А в 2022 показатель вырос почти на 3% по отношению к 2020 году. В Мисс Драйве говорят, главные мотивы употребления алкоголя – социальные факторы. Некоторые люди не могут противостоять давлению коллектива и родственников, а кто-то с помощью спиртного пытается уйти от проблем. Способность расслабиться, способность уйти от проблем, сбросить напряжение и так далее. Человек не видит возможности без алкоголя решить эти проблемы. Это становится уже привычкой дальше зависимостью. То есть надо решать это все как-то более правильно, более адекватно и безопасно. Специалисты говорят, нужно не просто запрещать или ограничивать продажу алкоголя для улучшения ситуации. Важно обратиться к социальной психологии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова